Приветствую, друзья мои. Продолжим наши разговоры о магии. И теперь поговорим о том, как лучше выбрать себе учителя. Учитель, наставник магии, необходим. Понаблюдайте. Интернет это позволяет за как можно большим количеством тех, кто предлагает обучение. Сделайте свои выводы. Понаблюдайте за голосом, за манерой доведения информации. Не вызывает ли у вас это раздражение, поскольку дискомфорт будет препятствовать процессу обучения в течение всего времени, пока вы будете взаимодействовать с этим человеком. Поэтому лучше, даже если вы знаете, что у этого практика высокие рейтинги, и у него есть какая-то информация вам необходима, но лучше выбрать того, с кем будет комфортнее. Потом, выбирайте всегда практика, но не выбирайте оратора, не выбирайте упаковку, не выбирайте пиар и самопиар. Далее, что еще рекомендовал бы, это учитель не только сам знает, но и вполне хорошо доводит информацию. Кроме того, в процессе прослушивания, в процессе наблюдения за потенциальным наставником, обратите, пожалуйста, внимание на то, насколько уважительно он отзывается о других практиках. Это важный момент. Даже если он что-то не принимает и с чем-то не согласен, он не позволит себе каких-то критикующих, уничижительных заявлений, поскольку у того практика иной подход работает. А в магии мы знаем хорошо именно все то, что приносит эффект. Потом, насколько человек умеет объяснять просто даже самые сложные вещи. Доверьтесь своей интуиции. При наблюдении за кем-то, не возникло ли у вас ощущение, что что-то не так. Просто при всей благожелательности, благовидности или даже привлекательности картинки, есть ли сомнения, попросите высшие силы. Кто как называет, кто вселенная, кто Бог. Просто высшие силы. Как вам и ближе. Чтобы вас направили на этой стадии вашей жизни, на этом этапе вашей жизни именно к тому, кому вам будет полезнее всего. Вот именно полезнее всего, нужнее всего. Кто вам даст именно то, что в данный период времени для вас будет наиболее желательно. Ну и, наконец, помните, что наставник – это не только человек, передающий знания, это и человек, который вас поддержит, который вам поможет в течение всего периода обучения. Хотя, может, и жизни. И который защитит, в том числе и от магических атак, поможет отбиться. И, наверное, еще такой момент, что для любого учителя не менее важно, чем и для любого ученика, комфортная коммуникация. То есть чувство, когда присутствует совместимость психологическая. Ну вот так. Пока-пока. Продолжение следует...